Девушки отдыхают Сильно болит Это же Цзэньцэ, что случилось? Возьми Мне больно Прикрой лицо Что там? И чего она добивается? Чего прячешь? Ничего Не жди Она помогает на кухне Я выплачу ей зарплату Давай сыграем Мат Сдался Ладно Сегодня ты играл лучше Потому что Лена здесь Что? Да Из-за нее хочу победить Ты же знаешь, что она отобрала мой нож Я думаю Ты не ненавидишь ее Ей было нелегко тебя найти Показатель Она любит тебя Не знаю Не знаю Да как это возможно? Господин Господин Не говори глупостей Она просто хочет опять меня использовать Ерунда Для чего тебя использовать? Не понимаю я вас, молодежь Кстати Она просила это тебе отдать Ложись пораньше Лидзи Дун говорит Если ударить яйцом по голове, то выздоровеешь Лидзи Дун говорит 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 И поселился в этой горной деревне Лидзи Дун говорит На сегодня всё. Слышал, ресторан Сао проходит пятизвёздочную проверку. Месяц назад они сменили шеф-повара. Я думал, семь семьи не подвергается проверкам. Нас вот не проверяли. Забыл о ресторане Джао Яцин? Сидзяно и это совершенно другого уровня места. Учитывая статус семьи Джан в Альянсе, никто не бросит вызов его внучке. Согласен? Инспекторы Альянса даже готовить не умеют. Как они могут меня проверять? КОНЕЦ Простите, набранный вами номер недоступен. Цуйкан, найду тебя, и ты покойник. Девушка, простите, здесь нельзя парковаться. Почему нельзя? Простите, есть распоряжение, что на этой неделе здесь парковка запрещена. Прошу, поймите. Распоряжение? Ресторан Цао. Из-за проверки запретили даже напротив парковаться? Это смешно. Госпожа, проявите уважение. Ладно. Сегодня у меня хорошее настроение. Поэтому я не буду докучать Цао. Возьмёмся за руки. И так хорошо. Цуйкан! Что это ты её лапаешь? Кто это? Друг. Друг? Прости, у нас забронирован столик. Мы опаздываем. Столик? Столик забронирован. Сперва отведай. Всё. Сумасшедшая. Пусти. Госпожа, не деретесь. Исчез. Понял. Объяснись. Я нанял её, чтобы поужинать в ресторане Цао. Цуйкан, мы расстались? Ты этого хочешь? Если мы не расстались, зачем нанимаешь кого-то вместо того, чтобы пойти со мной? На это и есть причины. Причины? И какие же? Какими причинами ты можешь объяснить то, что пропал на два месяца, ни слова не сказав? Дай-ка подумать. Ты нанял девушку пообедать с тобой. Пообедать в ресторане Цао, где сейчас проходит проверка Альянса. Ты стал инспектором Альянса? Если это так, то твоя сестра должна уступить тебе главенство в семье. Так что? Ты помирился с сестрой? Разве ты не знаешь, что она близка с День Суяним? Я часть семьи Цой. У моей семьи трудности. Сотрудничество с Суяним поможет нашей семье оставаться на плаву. У тебя сейчас множество других способов спасти семью. Ты мог бы мне сказать, я бы помогла. И как же? Какой вес твоё слово имеет семья Цзян? Верно. Я никто. Всё. Я не это имел в виду, прости. Цойкан, Наслаждайся своим положением. Между нами всё кончено. Цзянцэ, зачем вышел? Ты же хромаешь. Я в порядке. И где тут в порядке? Стой! У тебя нога опухла. Отстань от меня, я пошёл работать. Пойдёшь готовить? Господин Г, повеста до моего отца. Сказал, ты там не нужен. Тебе нечем заняться? А как же исследование продуктов? Не волнуйся. Утром я уже подписала контракт на поставку продуктов. Сегодня целый день свободно. Поздравляю. Тогда иди и отдыхай, у меня полно дел. Сперва ты должен приложить лёд. Не нужно. Линай! Ладно, приложу лёд. Надо в течение суток приложить лёд при растяжении. Поднимай ногу. Я сам. Я помогу. Морозилка господина Г не работает, поэтому взяла лёд в магазине. Я сам. Думаю, ты не справишься. Анимело? Больно. Это нормально. Когда мы вместе, ты либо получаешь травму, либо температуришь, либо нас двоих запирают в подвале. И что это значит? А то, что мы несовместимы, и нам не стоит быть вместе. Но мы всегда умудрялись выйти победителями из проблемы. Это значит, что мы приносим удачу друг другу. Поэтому ты отобрала мой нож? Шеф Ли, спасибо за лёд. Я играть, а ты отдыхай. Что ты делаешь? Грязно. Не надо. Дзянзе, я сегодня свободна. Давай вместе поиграем. Изо льда у меня руки замёрзли. Можно погреть в твоём кармане? Вэнь. Надо еда. Отцепись. Прости. Прости. Если хочешь помочь, налей воды. Хорошо. Хорошо, когда рядом с тобой кто-то есть. Играешь сегодня спокойнее. Почему все думают, что это из-за неё? В чём бы ни была причина. Но это приятно видеть. И что? Я всё равно проигрываю. Гэ не заботится никогда о победе. Ты выиграешь, если он тебе позволит. Мат. Угадай, что тут у меня. Мандарин. Как узнал? Хотя мой нюх твоему неровнее, запах мандарины я чувствую. Возьми. Местные мандарины сладкие. Я как бы здесь уже два месяца. Куда ты? В туалет. Со мной пойдёшь? Девушка, сыграешь со мной? Конечно. Давай. Дянзе. Почему ты здесь? Будешь дрова рубить для господина Ли? Вместо того, чтобы покупать ОГЭ обо мне новости, можешь напрямую мне платить. Могу помочь с дровами. Дянзе. Хочешь пить? Дянзе. Ты устал? Дянзе. Может, ты голоден? Дянзе. Увидела вас вдвоём и вспомнила дни своей юности. Тогда я хотела со своим мужем каждую минуту провести. Линай, ты хотела помочь? Вот, руби дрова. Хорошо. Вперёд. Не подождёшь? Ты же легко меня найдёшь. Закончишь колоть дрова и приходи ко мне. Точно. Может, ещё в дороге тебя догоню. Буду ждать. Потеряла его? Лиди Дун, может, поспишь? Нет. Устал? Может, отдохнёшь? Нет. Ты копия отца. Упрямая. Его мир проще моего. Знай. В этом мире есть способ всё упростить. На ваш счёт было переведено 200 юаней. Зачем ж так много? Глупая. Неважно. На востоке. В Бамбуковом лесу. Высоко в горах. Бамбуковый лес? У него же нога больная. Поругался с Дэнсю? Сестра. Откуда ты всё знаешь? Дэнси Ян рассказал мне, что Сю без какой-либо на то причины разгромила свою комнату. Я не хочу тебя упрекать, но мужчина должен уступать девушке. К тому же она же в повар семьи Дзян. Будет больше пользы, если ты будешь ласков с ней. Не хочу. Мы расстались. Познакомить тебя с кем-нибудь? Прошу, не надо. У меня из-за работы каждодневный стресс. Не буду ни с кем встречаться. Разве настолько сильно утомляет работать инспектором? Мне нужно время, чтобы привыкнуть. На это времени у тебя нет. Сделаем так. Ты возьмёшь на себя всю мою проверку Альянса. Испытательный срок прошёл. Сестра. Это не обсуждается. Ладно. Вернулся? Я ненадолго. Кстати, где Лена? Её отец ищет. Откуда мне знать, где она? А разве она не с тобой? А? Она поднялась на гору, помогая тебе бамбук собирать. Но я не ходил за бамбуком. Не ходил. Вот блин. Там же много ям. Надеюсь, она не пострадала. А как же нога? Ничего. Присмотри за её отцом. Ты! Ленай! Ленай! Где же она? Ленай! 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 Это я. Нашёл её? Тебе помочь? Возможно, её здесь нет. Подожди, радиоурубка есть в деревне? Объяви, что она пропала. Хорошо, будь осторожен. Ленай! 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 Джанзе? Знала, что ты найдёшь меня. Ты в порядке? В порядке. Но тут глубоко не могу выбраться. Я ничего с собой не взял. Позови на помощь. Я подожду. Ленай! 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 Я сейчас в радиоурубке. Гэ, не делай объявление. Я нашёл её. Она в яме. Понял. Она в порядке? В порядке. Это где-то в 50 метрах от места, где мы бамбук копаем. Поторопись. Да. В сторону. В сторону. Дензе! Твоя нога! В порядке. Ты мог и там подождать. Зачем спустился? Раньше бы сказала. Укройся. Как и вчера. Ты знаешь, почему во всех историях говорят, что люди, умирая, становятся звёздами. Может, потому что звёзды видны, но недосягаемы. И очень обманчивы. Дензе. На этот раз я пришла к тебе, потому что... Дензе. Мне не нужна причина. Думаю, я всё тебе объяснил. Мы в расчёте. Знаю. Я живу с тобой под одной крышей, потому что мне есть что обсудить с Гэ. А искать я пошёл тебя, потому что ты пропала по моей вине. Спрыгнул вниз, потому что не хочу, чтобы ты тут мёрзла из-за меня. Знаю. Не стоит мне всё объяснять. Я знаю. Мы не были на одной стороне. Поэтому, пожалуйста, оставь меня в покое. Не хочу тебя больше видеть. Прости. Где вы? Никого. Ищем. Где вы? Где вы? Поэтому, пожалуйста, оставь меня в покое. Не хочу тебя больше видеть. Спасибо за субтитры. Привет, Дзин Дзин. Я вернусь завтра. Тихо. Я вернусь. Я вернусь. Нога в порядке? Да, ничего серьезного. Ничего, они уехали. Уехали, говорю. Я ищу мотыгу. Вчера же я не копал бамбук. Почему отрицаешь? Вы, молодежь, не умеете ценить любовь. Сыграем сегодня? Не хочу. Скучно. Почему? Я несколько дней размышлял. Зачем заставляешь меня играть, когда я не умею? Вместо того, чтобы научить готовить. Ты понял? Хочешь увидеть, как я проиграю? Или точнее, чтобы я привык проигрывать? Ты привык? Нет. Но научился это принимать. Раньше я всегда думал только о победе, поэтому игнорировал все, что меня окружает. Однако, иногда ничтожная пешка определяет победителя. Хорошо. Ты высокого себе мнения. Я уже тебе говорил. Ты хочешь победить, поставив первым же шагом сопернику мат. Поэтому ты точно проиграешь. Давай. Сыграем. Я в настроении. Мат. Я выиграл. Сдержи свое обещание. А если я не хочу? Ты дал слово. Да, но я могу его и не сдержать. А что ты мне сделаешь, если я не сдержу? Что? Что же? Я понял. Именно поэтому ты победил семью Дзян. Закрыл свою ресторану и уехал в эту глушь. Сообразительный. Игра не имеет значения. То, чему ты хочешь научить меня, частично на этой доске. Но ты ждешь от меня большего. Хочешь, чтобы я ее опрокинул? Хорошо. Дзян-Дзе. Идем за мной. Хватит пить. Так и алкоголиком недолго стать. Смотри на дорогу лучше. Я пью, пока могу себе это позволить. А если у тебя случится инсульт, кто о тебе позаботится? У меня нет детей. Если случится инсульт, я утоплюсь в реке. А если о тебе хотят позаботиться? Господин Ван. Господин Гэ. Привет. Не мешаю? Хорошо. Значит, знакомые. Устроили тогда шоу передо мной. Я ждал, когда ты попадешься на крючок. Держал меня тут два месяца. Я догадался, что ты испытываешь меня. Но я не думал, что запланировал ты это так давно. Ты был терпелив. Исправился. Иначе я не болтал бы с тобой сейчас. Что еще? Привел меня сюда, чтобы еще раз какой-нибудь трюк показать. Двадцать лет назад это был мой ресторан. Тогда там была вывеска моего ресторана Цинь Фэнняня. Я не замечал тебя, пока ты не отобрал нож усея. Тогда я подумал, что ты уничтожаешь врагов семьи Цинь. Каждый день тебя проклинал. Твоя семья сплошные лицемеры. Я не имею к ним никакого отношения. Но в одном ты прав. Они лицемеры. Когда ты проиграл, мое мнение изменилось. Семья Цинь не позволит себе проиграть и легко не примет поражение. После этого мне стало интересно, чем были обусловлены все твои действия. А потом я узнал, что твой отец Цинь Рианьшань, проигравший тебе повар, семья Цинь более лицемерна, чем я думал. Выгнали одного из сыновей, потому что он не отличался талантом. Талант? Для Цинь талант значит намного больше, чем жизнь. Он отказался от отца, ведь тот не был талантлив. Взял под контроль с сестрой и манипулирует ей, ведь она очень талантлива. Но он забыл. У марионеток нет чувств, а у людей есть. Семья Га верит в уникальность каждого. Спросишь, почему не учу готовить? Потому что у тебя свой собственный стиль, своя уникальность. Чему я могу тебя научить? Готовя, ты много думаешь. Думаешь, как люди строят против тебя козни, как они пытаются тебя подставить. Но готовил ли ты когда-нибудь с душой? Это могила моей жены. При жизни она больше всего любила фирменный суп в ресторан из бамбука и бекона. Я ее спросил, почему он ей так сильно нравится. И она ответила, она не может наесться им, потому что я его готовил. В молодости я был таким же, как и ты. Думал, что легко смогу устроить переполох в Байчуане. Семь великих семей, Альянс, были глупостью. Почему семи великим семьям разрешено наслаждаться положением столько лет? Поэтому ты и бросил вызов защитнику Альянса? Да. Я думал, что победив защитника, смогу искоренить прогнившие семь семей Байчуане. Дзян Юань Фэн был плохим поваром. Сражаться с ним было унизительно. Я легко его победил. Но какой в этом был толк? В итоге ты покинул Байчуань. Дзян не смирелись с поражением. Они не допустят, чтобы все семь семей проиграли. И не позволят, чтобы двухсотлетние правила были нарушены. Но ты мог вернуться, даже если прогнали. Я не думаю, что ты из тех, кто будет молчливо выполнять правила. Ты прав. Но к несчастью, именно тогда заболела жена. Она была тяжело больна, но ее лечение нужны были деньги. Я продал ресторан, нож, и все равно не хватало. Я думал, думал, что не смогу закончить задуманное десять лет назад. Но тут появился ты. и все равно не смогу. Хочешь, чтобы я победил защитника семьи Дзян? Пока существуют альянсы семь семей, рынок общественного питания Байчуани будет в их монополии. Подумай, за все эти годы в Байчуани не осталось ни одного небольшого ресторана. У них нет связи. Их благополучие зависит от альянса. Почему альянс все решает? Пока существует альянс, семья Дзян будет побеждать. Если они побеждают, все усилия будут напрасны. Этому ты хочешь меня научить? Ты возьмешь этот нож? Или нет? Наставник, мое вам почтение. Хорошо, ученик. А прокинь для меня шахматную доску.